Всем привет! Сейчас покажу, как я делаю лимончелу без пап, мам и кредитов. В общем, сгоняли по-быстрому на рыночек, купили лимонов, купили апельсинов, привезли домой. Выдернули жену, чего она абсолютно не хотела, после нового маникюра. Заставили ее начисто мыть лимоны, начисто мыть апельсины. Потом вручили ей в руки овощечистку, она была этому безумно рада. Начала чистить цедру лимона, цедру апельсина и все бы хорошо получалось. Но есть одно но. Иногда, конечно, немножко белого остается. Но в целом на вкус и цвет это никак не влияет. Нужно стараться почистить поменьше. После этого всю эту цедру нужно было закинуть в банки под вакуум. А чтобы сделать вакуум, нужно откачать вакуумной крышкой. Залить цедру нужно будет спиртом. У меня это спирт собственного производства. 96,6 ПГХ абсолютно идеальный. В общем, все это в банку мы заливаем спиртом. В общем, когда мы все это залили и откачали, следующая стадия у нас примерно где-то через 4-5 дней. Больше не нужно подождать, что все это настоялось под вакуумом. То есть кто-то говорит недели, кто-то две, а это все лишнее. Достаточно трех дней. И вот после этого все лимончики режем. И у нас что получается? Получается, что у нас следующая стадия выжимания сока. Ох, как я люблю это делать. Беру и выжимаю. На вот данной соковыжималке очень удобно это получается. Вот у нас, смотрите, красивенький. Цвет сокового лимона, дальше сок лимона, сок апельсина. Все это происходит в перемешку. Очень красиво у нас все это выходит. Вкусненько. Сам пробовал, пью. Дальше у нас по плану после все это отжимание сока и выжимание сока. Его нужно отфильтровать. Это дело лучше делать, когда оно немножко отстоится. То есть снять с осадка и пропустить через салфетку. Вот. После того, как все это настоялось, нам нужно будет сделать сахарный сироп и отфильтровать нашу цедру. Цедру фильтрую через бутылку с ватой. Получается очень насыщенный цвет и абсолютно чистый спирт, настойный на цедре. После того, как мы все благополучно отфильтровали, у нас есть готовый на цедре лимон и апельсин, а также у нас есть отфильтрованный сок и сироп. А это я здесь демонстрирую, что полностью отработали наша цедра и она уже просто как чипсы. Дальше мы наливаем сок и сироп в банку. Затем заливаем спирт и перемешиваем. Дальше мы все это делаем фасуем бутылочку 0,5 красивые с этикеткой гуала-бутылки. Вот и получается отличный 60 бутылок лимончелла. Очень вкусно, очень нравится всем моим родным и близким. Всем пока!